Применяемые меры относительно неканализованных объектов с февраля 2015 года не всегда результативны. Как показывает практика, работа мониторинговых групп во всех районах курорта осуществлялась по нескольку раз. Выявленные нарушения во время последующих визитов либо по-прежнему оставались, либо были выполнены частично. Например, вместо подключения к центральной канализации были установлены лосы или заключен договор на вывоз жидких бытовых отходов, что в свою очередь требует дальнейшего мониторинга. У лосов со временем могут появиться технические неисправности, а осенизаторские компании вывести отходы не на очистные сооружения. Такой факт был выявлен недавно в районе Барановки. В итоге из местного котлована все фекалии шли в ручьи, нанося ущерб водным объектам курорта и экологии в целом. Путем переговоров, уговоров эту проблему уже не решили. То, что можно было решить таким образом, мы решили. Из первоначально выявленных 13 341 объекта 12 тысяч мы закрыли. Но, к сожалению, к ним присоединилось, как я уже говорил, где-то порядка еще трех тысяч. Поэтому наша задача сейчас, объединив усилия, найти пути и методы решения этой проблемы. Объединить усилия – это значит повысить ответственность всех заинтересованных структур и в первую очередь Сочи водоканала. Как отмечают в мэрии, предприятие извлекает прибыль за счет эксплуатации городских сетей и выдачи тех условий на водоснабжение и водоотведение. И при этом не контролирует исполнение предписаний, особенно в части водоотведения. Между тем, нарушениями в этой сфере грешат не только жители частных и многоквартирных домов, но и даже предприятия. Вагонное депо в Адлере, например, уже было наказано за слив стоков в ливневую канализацию. А ведь за такие действия положены не только крупные штрафы. Жесткая мера воздействия на нарушителей – ограничение холодного водоснабжения. Но законодательство предусматривает еще и возбуждение уголовного дела, вплоть до назначения ареста или исправительных работ.